С наркопритоном в собственном доме. Вот уже полгода безуспешно борются жители автозавода. На прошлой неделе мы рассказали о том, что квартиру на квартирном доме Канавинского района превратили в пункт по продаже наркотиков. Каждый день жители видят верницу наркоманов, видят, как из окна спускается сумка на веревке, в нее кладут деньги, а из окна выбрасывают пакетик с порошком. Жители все это даже на видео снимали. Полгода они жалуются в полицию, но точка процветает. И вот после этого сюжета к нам в редакцию обратили жители с улицы Волковой автозаводского района. Там также в квартиру их соседки каждый день выстраивается очередь наркоманов. Вот два наркомана еще сидят ждут, когда. Так каждый день. В нашем доме на втором этаже продают наркотики. Там еще у них притон. Там собирается больше 10 человек в однокомнатной квартире. С 12 часов ночи мы вообще никто из соседей не спим. Ты зачем сюда ходишь? Да я вам говорю, что за прокладкой девушка у меня протекла в сверху. Вы сюда ходите регулярно, и это не прекращается. Сейчас просто съезжу на анализов с вами, сдам их, все покажут, что я чистенький, и вас заклюют и привлекут. Да что вы говорите? И ходите лучше сюда. Да мы за прокладкой зашли. Здесь наркопритон, зачем вы сюда ходите? Если бы вы дали нам прокладку, у нас бы уже здесь не было. У вас просто с головой ненормально. Кто за прокладками, кто за яйцами, кто еще чего-нибудь. Вот такой вот. Они неадекватные все. Их же сразу видать. Мы сколько раз ходили. Вот здесь мы идем из школы, и они идут, лают на собак. Собака лает, и они на них. Но у нас постоянно шприцы, закладки даже у нас прямо над дверями делают. Расковыриваются. Одно и то же. Каждый божий день такси подъезжают, девчонки. Это очередная наркоманка. Стучат в дверь ночами по несколько человек. Они как тараканы ползут друг за другом. Кто-то приходит, они открывают, через какое-то время уходят. Есть, конечно, те ребята, которые там зависают. У меня окошки на первом этаже все открытые. Их уже в такой степени. Я их даже всех запоминаю. Кто пляшет, выходит. Кто сидит около подъезда. Кто чего. Это ужастики. Мы один раз опоздали даже в школу, потому что мы не могли выйти из подъезда. Потому что наркоман лежал между этажами. Мы боялись идти. Прям в подъезде. Так же люди. Выходишь, человек лежит. Полежал, ботинки снял. Все хорошо. Оделся, ушел. Здравствуйте. А что вы здесь стучите? Это мы не стучим. Да вам телефон забыл позавчера. И все. А он это. И никого дома не открывает. В этой квартире проживает Екатерина с молодым человеком, с Игорем. Проживают они где-то около полугода. И вот с зимы это все вот началось. Это следы ног. Это ногой выбивают дверь. Узрепливые клиенты. Это у нее регулярно. Вот так и живем. А ко мне вообще залезла голая баба в окошко. У меня муж выходит на кухню. Он говорит, что к тебе подруга лезет. Голая. Я говорю, у тебя крыша поехала, что ли? Он говорит, посмотри. Зимой она голая ботиком и лезет по решетке. У нас еще решетка стояла. С утра, вечер, ночь, стучать в дверь, ругаться, что она дала в долг наркотические вещества. Поднимались к ней, беседовали, соседи все беседовали, говорили ей. Ей все равно. Кать, когда прекратится твои гулянки? Какая? Которые у тебя происходят в квартире? Какие в квартире? Скажи мне, пожалуйста. Слышь, я бухаю, говнину, она меня вот просто. Я не угасная, я пьяная. Хочешь, что я уже на свете? Хочешь, дыхну? Пригаду. Ты неадекватная. Ты неадекватная, я пьяная. Ты поняла? Ты со мной что так разговариваешь вообще? Ты со мной так же обычно разговариваешь. Наркоманка. Тебе зачем сюда ходят толпами люди? Зачем? Они ходят никому. А кому? А я не знаю, кратчу. Кому? Это кратчу. А я к ней убежала. Зачем сюда ходят люди к тебе толпами? Здесь ездят вообще одни и те же машины. Да ка**, что ты спишь, Кать? Я вообще сплю. Я сегодня к тебе заходила. Ты что мне дверь не открыла? Здесь пола. Я тебе еще раз повторяю. Могу съездить на свидетельство. У меня пока же толка. Обломись. Я с Катей разговаривала тысячу раз. Ну нельзя. Я говорю, ты сделал здесь притон. Абсолютный притон. Внутри там это был кошмар. Эти кастрюли, то, что это как его называют, черные все. То, что там готовят что ли какую-то смесь. Я не знаю это. То есть она производит? Ну да, ну как бы варит там что ли или чего-то. Она продает наркотики. Она продает. Она ходит за закладками и продает наркотики. И также она раскладывает около дома. Также она раскладывает в огородах. А потом туда же эти же люди и приходят. В 2001 году ей дали срок за притон. К ней пришли также гости. Одного на скорой увезли. Он умер в скорой. А другой умер сразу. Когда пришла туда полиция, там какие-то были курительные аппараты. Отсидела полтора года. Поселение. Потом вышло и еще хуже началось. До этого был просто притон. А сейчас просто уже невозможно. Звоним Кате. Алло, да. Привет, дорогая. Это Ленка. С Ленского района. Привет. Это Ленка, которая 300 рублей, да, должна? Да. Я поняла. Я тебе 300 рублей отдам. Есть доза? Как будет идти на бюро, да? Хорошо. Она даже не поняла, кто это. Сначала не узнала, а потом типа узнала, что я ей должна еще за дозу. 300 рублей. Ну, то есть не скрывается. Не скрывается. Видите, все открыто. Екатерина, добрый день. Соседи на вас жалуются. Скажите, что у вас за постоянные гости в квартире ходят. А я не знаю, я поначалу с плюмешки в Робан. Ну, вы видите, я одна вышла. Ну, как это вы спите? Я вышла одна. К вам ходят постоянно непонятные граждане. Ко мне не помню. Ну, вот соседи же говорят, жалуются на вас. Да? А она, ну, кричит то, что ее муж ко мне ходит. А вы в состоянии алкогольного опьянения? Да, я выпущу. У вас прошлая речь не связана. А вы показали, что я пью или что? Вот соседи считают, что вы употребляете наркотики и продаете их в руби. Я употребляла наркотики. Сейчас нет. Писали заявление в полицию. Пришел отказ, что проверка была. Никто ничего не проверял, никто не приезжал. Полиция приезжает, уезжает, мы звоним. Вызов принят, не приезжают. То есть у нас просто торгуют наркотиками. И нашей полиции, которая автозаводская, ну, никак не реагирует. Я приходила со слезами, просила, умоляла, чтобы с этим разобрались. Ну, неужели не видно? Кстати, наркопритон в автозаводском районе и точку наркоторговли в Канавинском, о которой мы рассказывали несколько дней назад, объединяет то, что появились они примерно в одно и то же время, полгода назад. В обоих случаях в квартирах живут молодая пара, девушка и молодой человек. В обоих случаях жители неоднократно обращались в полицию за помощью. И в обоих случаях полиция отказывала в возбуждении уголовных дел, ссылаясь на то, что предполагаемые преступники приехшим полицейским дверь не открыли, а на звонки по телефону они не отвечают. В пресс-службу ГУВД по наркоторговле в Канавинском районе запрос мы написали около недели назад по наркоточке в Автозаводском сегодня. Но по обоим случаям нам комментарии на данный момент не дают, ссылаясь на нехватку информации.